О расширении этого 12-километрового участка дороги на подъезде к Черкесску со стороны Ставропольского края многие водители мечтали давно. Двух полос здесь явно не хватало, учитывая насыщенный поток машин в обе стороны. Поэтому, когда в апреле прошлого года работы по расширению стартовали, автолюбители восприняли это положительно. Даже несмотря на небольшие временные неудобства. Ведь, чтобы пристроить две новые полосы, пришлось буквально по слоям снять всю так называемую дорожную одежду со старых полос. По-другому никак, иначе получится брак. Вся она должна находиться на всей плоскости. То есть, чтобы конструкция, сама дорожная одежда на одной плоскости умещалась. И, исходя из этого, у нас получается стабильное основание, плоскость на одна. И весь конструктив укладывается на одной плоскости. И получается, у нас, исходя из этого, дорога никуда не смещается. Все стоит по проектным отметкам. И получается, все у нас по качеству, хорошо. На данный момент дорожники расширили уже 6 километров из 12. Сама дорога будет состоять из традиционных составляющих. Два слоя песчаногравийной смеси, цементное основание и три слоя асфальтобетона. Причем он изготовлен по новым технологиям. Если простыми словами, то современный асфальт и выгоднее, и долговечнее того, что клали на дорогу всего 5-10 лет назад. Сейчас как бы все делается по новым технологиям. Там разные битумные смеси, разные фракции и слоя там разные, разных фракций. Собирается точно такая же конструкция, как вся дорожная одежда. То есть из асфальтобетона именно. И у нас получается идет слой крупный, потом мелкозернистый, и потом идет слой износа, то есть это называется щема. Это щемневомастичный асфальтобетон. Это слой износа, который закладывается уже на поверхность. То есть на него потом наносится разметка. К работе тут подходят основательно. Не экономят ни на материалах, ни на оборудовании с техникой, поэтому и дают гарантию на годы вперед. На данный момент работы идут по графику, и в них ежедневно задействовано более 30 единиц спецтехники. Важно отметить, что во время реконструкции трассу не перекрывают, чтобы не доставлять дополнительных сложностей водителям. И это несмотря на весь масштаб работ. А он действительно большой. Ведь помимо расширения трассы с двух до четырех полос, дорожникам еще предстоит полностью обновить всю дорожную инфраструктуру. Это очень много объектов. В частности, 9 водопропускных труб заменят. По всей длине установят тросовое ограждение. Модернизируют один и добавят 9 новых светофорных объектов. По всей длине также 7,3 километра будет освещение. И 6,5 километров тротуарных пешеходных дорожек. А также установят 8 автобусных остановок. И возле школы и детского сада сделают также 2 парковочных площадки на 15 мест каждая. В общем, такой большой объем работы. До конца этого года дорожники уже полностью сдадут 2-х километровый участок дороги. А всю трассу от съезда в село Садовое через весь Псыж и до пересечения улиц Ставропольской и набережной в самом Черкесске они должны закончить в 2024 году. Эрнест Чуков, Саид Исмаилов, Архиз, 24.